Следственный комитет России выясняет, каким образом федеральные земли, которые планировали отдать под иностранные диппредставительства, оказались в собственности строительной компании Интека Елены Батуриной. Евгений Рожков расскажет подробнее. Эти 16 гектаров московской земли были переданы в собственность незаконно, подозревают в следственном комитете. А значит, это мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело 159 статья. Участок уже чуть не стал причиной дипломатического скандала. Этот земельный участок в соответствии с указом президента Российской Федерации был отнесен к федеральной собственности и предназначен для строительства представительств дипломатических миссий ряда зарубежных стран, в том числе Индии, Кубы, Китайской Народной Республики. Но вместо зарубежных представительств здесь может появиться космопарк. В рекламном ролике это напоминает вторжение пришельцев. 800 тысяч квадратных метров площадей, неземных форм, бизнес-центр, гостиница, подземный паркинг. И все это на западе столицы, на берегах реки Сетунь. Отсюда и второе название проекта Сетунь Хиллз, проще говоря, Сетуньские холмы. Компания Интека совсем недавно представила его инвесторам на выставке в германском Мюнхене. Но о том, что все это возведут на участке, по которому будет суд, ни слова. Следователи сейчас собирают информацию о том, как эта федеральная земля вдруг могла стать частной. Вырисовывается целая история. В 1992 году от имени главы Одинцовского района Московской области было незаконно выдано свидетельство о праве собственности на указанный земельный участок акционерному обществу закрытого типа Матвеевская. Впоследствии эти участки, пройдя ряд юридических сделок, стали принадлежать фирмам, полностью подконтрольным Елене Батуриной. То есть схема совершенно в стиле 90-х. Участок городской земли по-тихому передается в собственность закрытого акционерного общества. В данном случае Матвеевская. Оно передает эту землю уже обществу с ограниченной ответственностью. Территориальная дирекция Сетуньская, главным акционером которого является компания Интека, а значит Елена Батурина. И наконец ее муж, и тогда мэр Москвы Юрий Лужков, утверждает там строительство уже известного комплекса Сетуньхиллз. О том, что это место вообще-то для дип-миссий, первыми напомнили МИД и Росимущество. Делом занялся арбитражный суд. В компании Интека долго думали и ответили вот что. Земли на западе Москвы, приобретенные в 2003 году у ООЗТ Матвеевская, принадлежат нам на законных основаниях. Но для скорейшего разрешения вопросов мы выразили готовность обсудить с Росимуществом внесудебные варианты урегулирования спора. В отличие от того дела, новое уже уголовное. И внесудебных вариантов урегулирования спора там нет. Наказание, предусмотренное статьей, до 10 лет лишения свободы. Евгений Рожков, Вести.